здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала мои любимые я вас всех приветствую ну что собираемся слетаемся сейчас мы с вами посмотрим интересную темку она будет называться где он и чем он занимается вы же хотите знать где он и что он делает давайте будем смотреть и так на данный момент я вот сейчас думаю с чего начать с вас или с него давайте с вас а а потом будем смотреть кто он вам же интересно на себя тоже посмотреть я мне мне самой интересно я хочу знать да кто меня сейчас смотрит кто заказывает этот расклад да загадывает своего мужчину и так вы на данный момент кем являетесь какая вы о потрясающе просто потрясающе красотка умница красавица достойная с большой буквы потому что звание религии красота ум харизма достижение это все в вашем арсенале понимаете это все что вы заработали это все чего вы достойны в этой жизни это еще не предел потому что вы такая женщина которая долго вот так вот не сидит на одном месте который движется вперед потому что прекрасно знает что жизнь надо прожить так достойно чтоб концу жизни не было стыдно да а наоборот чтобы там твои дети внуки как бы гордились до такой мамочкой такой бабушка и так далее давайте еще посмотрим кто вы вы кстати очень талантливая очень резкая быстрая у вас тоже у многих у кого есть машина в идее вы любительница знаете мужского стиля езды на дороге это такой некий шумахер этажа фору даете мужчинам да вот проезжай как-то очень вот так вот вот никто не может а вы прям чувствуете четко габариты и машину свои чувствуете прям тоже если где-то там стучит вы же думаете о понятно чем у меня там трясется сзади багажнике уже да то есть вы такая очень смелая резкая но резко не по характеру если кому-то надо дать отпор вы резко дадите отпор за себя постоять тоже сможете вы быстро и в работе быстро и в делах вы любите четко быстро договариваться они вот это вот не знаю подумай так далее вас такие люди вообще раздражает вы любите всегда конкретику потому что вы такой логик вы женщина очень смелая такая знаете жанна дарк вот по полка за собой поведете вот кому кому вам можно доверить и коня и целый полк понимаете да еще какая женщина где надо вы можете и в обороне посидеть знаете так подождать как ушка мышку вы такая лояльная стратегический план у вас всегда же есть вы такой стратег вообще по жизни вы гений в голове гений гений у вас там такое тут здесь там так а завтра утром я буду в наступлении пойду а к вечеру я там уже как бы да уже передохну вы тут уже как-то все себе намечаете вот так что ваши планы будущее как все будет конечно сила то есть страсть то есть огонь то в глазах горит вы же бесстрашная вы еще маргарита назарова каска всему этому понимаете это плюс к жане дарк на задачка для выпускных жана дарк плюс маргарита назарова что будет в итоге смесь просто нереальная какая-то взрывоопасная у вас есть мужчина а вы таких простых мужчин тоже не выбираете понимаете вот вы какая вот таких мужчин выбираете что прям вот горела но синим пламенем вся наша с ним любовь вот 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 прям вот так вот так и есть насколько вы умная грамотная светлая чистая ну тут ничего не скажешь вот как есть настолько вам нравятся какие-то грациозно амбициозные мужики у которых понимаешь ли или как корона вверх или что кое-что другое вверх не знаю но я шучу но вы поняли каждой шутки из доли правды да поэтому у вас уже есть есть уже в жизни такой мужчина но тут беда в другом у вас с ним никак ничего не получается потому что он какой-то к вам не адаптированной полностью он такой тут помню тут не помню иногда хочет с вами иногда с вами не хочет иногда любит иногда не любит давайте прям спросим а чё там у меня карта же в руках давайте спросим а почему у вас эти мужчины ничего не получается но он или женатый или жадный или работяга и материалист до много когда мозга костей мужчина такой сто раз отмеряет все тысячу раз тоже отмеряет один раз от никак отрезать не может такой знаете упертый упрямые тяжеловесные долго думающий и ну вот так до мужчина который сильный который ни в какую не хочет вам так скажем подчиняться да да никакой не хочет вам подчиняться а еще почему у вас с ним не получается еще причина есть но он постоянно ссориться вы такой человек вы в принципе не конфликтный понимаете вот по своей сути просто так вы не вы не то есть той категории без балмошных истеричных каких-то женщин нет вы очень умная грамотная мудрая одухотворенная сила ваша в вашем сильном мудром спокойном характере но тут мужчина знаете что боится постоянно что вы пытаетесь взять над ним верх что вы пытаетесь его понимаете в баранью рог свернуть что вы пытаетесь его из него подкаблучника сделать что вы пытаетесь ему что-то доказать вот у него тут высокой такое мужской эго и он постоянно считает а вот как бы что то вы посягаете на его эго. Причем пытаетесь его вот так вот взять. Но это совсем не так, девочки. Это я вам говорю, что это не так. И вы это как-то чувствуете же, понимаете, да? Вот сейчас тоже думаете, ой, Яночка, спасибо большое, что хоть ты понимаешь. Ну, потому что я все вижу. Я все вижу. А вы уже сто раз, наверное, и страдали, и переживали от того, что он вас не понимает, что вы не такая, вы не такая. Да, конечно, вы не такая, девочки. Вы не такая, вы умница, красавица, светлый, чистый, сильный, просто человечек. А сильная, потому что жизнь заставила быть сильной. Вас заставила быть сильной. Очень рано вы встали на ноги, очень рано стали учиться там, зарабатывать. Ответственность какую-то несете перед кем-то. А такие люди всегда сильные. Ладно, все. Не будем о печальном, да? Все будет хорошо, девочки, не переживайте. Сейчас посмотрим дальше. Сейчас мы на этого черта лысого глянем. Где он? Сейчас я ему тут устрою, не волнуйтесь. Сейчас он у меня тут отквитается за все ваши слезы. Смотрим, где он? Чем он занимается? Ой, работает. Работает, бедный Паша, с утра до вечера, не покладая рук, наверное. Кузнец своего счастья. Конечно. Кует он там что-то. Кует он там. Кует и ждет. Ждет спасения и помощи. Когда вы, наверное, да? Или кто-то, может быть, другой. На алых парусах к нему приплывет и спасет его бедного. Из какого-то рабства, наверное, да? Да, башни. Потому что жить ему так надоело уже. Чуть не сказала, жить ему вообще надоело. Нет. Ему так жить надоело. Он кроме работы больше ничего не видит. Он чем-то там занимается. Даже если он, вы сейчас скажете, я, но он пенсионер и не работает. Он работает у себя дома, в своих гаражах. У себя там, я не знаю, в мастерской. Он что-то делает постоянно. Постоянно. Я вам говорю, это сто процентов. Еще. Где он, что он занимается? Ему такая... Ну, посмотрите. Ну, гляньте. Вот ни одной нормальной карты я не вытянула. Кроме, я, верно, карта воздержания, да? И тройка здесь жезлов. Ну, это хоть что-то при таком раскладе. Башня и пятерка Пентагрия. Карта бомжа. Все разрушение у него. Разрушение. Что, плохо так все у него, да? Ну, так получается. Крокодил у него не ловится, не растет у него кокос. Все. А он там что-то работает. Работает, наверное, чтобы хотя бы как-то удержаться на плаву. Ну, на что-то-то есть надо, правильно? Ему кушать-то надо. За квартиру там, за дом платить. Ну, надо, да. Ну, хоть что-то, да. Накует сейчас. Чем занимается? Что он делает? Где он? Вот он. Мечи кует. Я от него не отстану, девочки. Король мечевый тут, а? Жесткий, конкретный. Мужик у нас тут. Мечевой. Работает работягом? Ну, конечно. Он тоже понимает. А кто за него будет работать? Никто. Все, что заработал, его. Да. Тихо, спокойно. Дом, работа, дом, работа, дела. Может быть, на машине куда-то выезжает. Но недалеко. Недалеко. Просто, знаете, проехаться по магазинам, может быть, домой. У него еще и мысль есть. Куда-то отправиться. Чуть подальше. Может быть, какая-то, я не знаю, заграничная поездка. Может быть, здесь он или как бы не очень-то далеко, еще куда-то поехать он хочет, да? Как бы мысли такие есть у него. Но пока это все в подвешенном состоянии. Все в подвешенном состоянии. Не получается. У него проблемы есть дома. У него проблемы есть в личной жизни. Проблемы на работе тоже. Не смотрите, что он там работает. Иногда, знаете, так прищучивает, что ты на маленькую зарплату будешь работать, да? Потому что ты выхода не можешь найти хорошего для себя пока. А у него сейчас безвыходная ситуация. Поэтому он молча кует, так скажем, свои монетки, да? И свое какое-то счастье. А в принципе, у него нехватка денег, у него проблемы, у него потери, у него больше расходов, чем доходов. Потому что деньги надо на это, деньги на то, деньги на третье, на пятое, десятое. А в семье, может быть, работает только он. Поэтому да, есть мысли куда-то поехать. Но пока никак не получается. Дорога закрыта. Еще, знаете, у него такая мысль есть, что как будто из-за вас. Но я думаю, что это вы. Я думаю, что это вы. Хотя это общий расклад. Хорошо, я скажу, как есть. Может быть, это вы, может быть, нет. Но здесь мужчина считает, что из-за этой женщины я несу потери. Вот так я скажу. Что из-за какой-то женщины он несет потери. Причем, я не знаю точно, или бизнеса лишили. Да, например. Или у него там что-то забирают. Или у него там действительно все валится из рук. И он думает, что вот из-за этой женщины у меня все валится из рук. Да. То есть она как будто прокляла меня. Я не знаю там. Сглазила меня. Или, может быть, она некая начальница надо мной. И от нее зависит бизнес и дела мои. Да. Может быть, и так. Еще. Что он делает, чем занимается? У него есть в душе женщина. Любимая императрица. Кто она? Опять же, я не знаю. Это вы или какая-то другая. За которую он держится. Которую он любит. Которую он ревнует. Которую считает своей собственностью. Она его. Она у него прям в душе. В сердце эта женщина. Да. Которую он прям привязан. Сексуально привязан. Которую он постоянно хочет. Без которой он не может. Кстати, к ней он и хочет приехать. И с ней как бы удовольствие, да, получая, так скажем, дальше. Я не знаю. Или просто как-то посидеть. Увидеться. Встретиться. Но да. Я помните, говорила про дорогу не получается? Оказывается, это к вам дорога. Ну, к императрице дорога. Это он, скорее всего, с вами хочет увидеться. У него к вам сильная привязка. Вам. Вот это вы и есть, по-моему, скорее всего, Жезловая. Да. К вам эта страсть сильная. Вы же яркая, красивая женщина. Да. По судьбе причем. По судьбе. Не просто так. От него сейчас закрываетесь. Вы для него тяжелая ноша. Да. Это, скорее всего, вы. Вы для него тяжелая ноша. Как карма какая-то. Карма над ним. Что вас нет. У него там разрушения практически идут по всем фронтам. О, как в жизни бывает, да? Нельзя женщин обижать. Нельзя. Поэтому тут у него дорога. Дорога закрыта к вам. Очень сильно хочет приехать. Хочет связь возобновить. Увидеться хочет. Но пока не получается никак. Никак не получается. Здесь, возможно, еще кто-то перед выбором находится. Или вы, или он. Может быть, не свободны. Поэтому не получается ничего. Скорее всего, вы, может быть, он не свободны, да? И вы все равно его не отпускаете. Потому что вот держите над ним верх. Ну, как бы так, скажем, верх. Да. Хотя вы этого и не желаете. Вам это не надо. Никаких верхов там выбрать не хотите. Ну, здесь такой мужчина. Он считает, что вы взяли над ним верх. Что вы пытаетесь поработить его, да? Присмирите. Подстроить под себя. Да. Он здесь... Вот мужчина, на которого я сейчас смотрю, я могу сказать 100%. Он очень сексуально вас хочет. Я не знаю, по какой причине. То ли он сильно соскучился по вам. То ли вы ему так идеально в постели подходите, что он вас забыть не может. То ли, может быть, что-то еще. Но здесь уже несколько моментов мне уже просто намекают на это. Да? Вот уже я должна просто сказать вам четко. Что хочет он только вас. И у меня тоже чувство, что он вам не изменяет. Не изменяет по той причине, что, ну, как бы он считает, я не хочу с кем попало, да? Мне не нужно количество. Мне нужно качество. Качество с одной женщиной. Конечно, хочет шанса с вами. Встреча с вами. Готов приехать здесь и сейчас. Прямо тут прилететь на пропеллере своем, наверное, да? И решить все по справедливости. Потому что без вас он как будто тащит вот эти вот несчастные грабли, которые бросить не может. А он хочет их уже давно сбросить. А вы, наверное, так и скажете. Ну, пусть сбросит. Какие проблемы? Кто ему заставляет эти грабли тащить? А он все равно их тащит, потому что сам по себе он их бросить не может. Эти грабли – это вы. Вы понимаете? Вы эти грабли для него. Он не может их бросить. Это ваше… Не ваше. Это его ошибки с вами. Как он себя вел некрасиво. Как он себя там показывал перед вами недостойно. Что он говорил. Абсолютно неприемлемые какие-то фразы и слова. Это все эти грабли. Как он просто так их может бросить? Это практически, что бросить вас. А вас он бросить не может. Это вообще нереально по тем картам, что я сейчас здесь вижу. Это нереально. Потому что вы над ним верх имеете. Потому что он к вам тут привязан по дьяволу. Тут нереально, понимаете? Поэтому тут он хочет к вам приехать. С вами поговорить. Решить какие-то вопросы. Еще чем он занимается, что он делает? Так, хочет заново жить, начать с нуля. Да. Он хочет вас. Он хочет вас, потому что видит вас парой. Вот она пара. Видит вас парой. Ждет, 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 ждет. Действительно, у меня ощущение, что у него давно интима ни с кем не было. Это правда. Поэтому к вам очень сильная такая связь тянется. Сексуальная к вам какая-то связь такая просто, знаете, нистовая. Я могу, да, я могу подтвердить, что, наверное, скорее всего, даже если у него есть женщина. Ну, с кем он там живет, не знаю, или встречается. Что у него там интима с ней нет. Или вы знаете ли, он половой гигант, извините, конечно, что он с вами и с другими. Может быть, даже так. Но я тут вижу к вам сильное желание. Конечно, хочет помириться. Хочет, чтобы вы от него не закрывались. А вы закрываетесь. Вы никакую информацию себе не даете. Он практически про вас ничего не знает сейчас. А хочет знать. Хочет знать и не хочет, чтобы вы закрывались. Не хочет, чтобы вы молчали. Чтобы вы ответили ему. Или написали как-то. Или приняли его смс, его звонок, его предложение. Где он и чем занимается, что он делает. Да, манипулятор наш. Не может он без этого жить, понимаете. Хотя он тоже здесь уже думает о том, что все, все, ладно. Не буду я больше манипулировать. Хорошим я теперь буду. Все, ладно, понял я, понял. Потому что вы, наверное, уже несколько раз ему как-то опор давали. Или говорили, что он ведет себя некрасиво. Он пытается манипулировать. Пытается на вас воздействовать своими какими-то непонятными действиями, словами или еще чем-то. И вы, может быть, поэтому от него закрылись. Что вам это не нравится. Непостоянство какое-то присутствует у него. В нем. То он приходит, то уходит, то что-то сказал. Что это какие-то манипуляции, какие-то действия манипулятивные. Как я говорю? Я по-японски, наверное, сказала. В общем, поняли. То есть вы понимаете, что это мне сейчас вообще как бы не надо. Что он себя ведет? Что он хочет мне доказать этим? Пусть будет нормальным, чтобы я его понимала, какой он и есть здесь и сейчас. И он как-то для себя стал понимать. О, ей кажется, не нравится. Так, хорошо. А как она хочет. А вы показывайте своими действиями. Мне нужен нормальный, простой мужик. Такой, какой есть. Мне нужна стабильность. И мне нужны отношения. И он уже стал задумываться, понимаете? Он на эту тему стал уже задумываться о том, что вы хотите от него. Он же чувствует тоже как-то. Вы знаете, вы же на расстоянии с ним. Вот у него мысли есть, чтобы приехать к вам. Чтобы приехать с вами и увидеться. Но опять же, здесь стопор идет в вашу сторону. Вернее, вру. Не в вашу сторону. С вашей стороны идет стопор. Потому что вы ничего делать не хотите, чтобы ему как-то помочь. Чтобы вам обоим как-то было интересно. И развернуть эту ситуацию. Открыться. И начать заново. Нет, вы считаете, что не-не-не. Моя хата тут с краю. Все, что должна была сделать, я в свое время уже все сделала. С меня хватит. Мне нужна моя стабильность. Мне нужна моя девятка Пентакли. Я нахожусь сейчас на данный момент в хорошем положении. У меня работа, дела, дом. Я все зарабатываю. У меня все отлично. Я ничего не нуждаюсь. Иду вперед. У меня будет все хорошо. А вот буламутить меня как бы не нужно в этой жизни. Меня с панталыги тут сбивать не надо. Я могу и так сама заблудиться. Но слава богу, я сейчас на ровной прямой зеленой дороге своей. Идущая вперед. Все. А он какой-то... А вы так считаете? Мне тра-та-та не надо. Мне надо четкая, конкретная позиция с мужчиной. Все. А он... И вот понимаете, вот этим вы оба и отличаетесь. Что вы конкретная, прямолинейная, такая, как есть. А вот это нашим, вашим... Мы везем с собой кота, да? Как в песне. Вот точно так же и вы вздыхаете. И что мне с ним делать, да? Ян, что мне с ним делать? Ну не знаю, что с ним делать. Что с таким мужиком делать? Простите, поняй, да? Ну он такой. Все же разные. Все же разные. Вы же такое выбрали себе. Вы же не хотели нормального? То есть, ну, нормального смысла, в смысле, простого. Простого, чтобы понятно было, как сибирский валенок. Тут какой-то замысловатый. Тут какой-то такой... Неоднозначный. Такой немножко интересный. Своя харизма. Своя какая-то политика у него. Взгляд на этот мир. Ну вот так вот. Вот с таким мужчиной так и получается потом в жизни. Понимаете, девочки? Хорошо, давайте посмотрим, что вам с ним делать. Что вам с ним делать? Вы же задали мне этот вопрос. И что мне с ним делать? Давайте посмотрим. Не знаю, честно. Вот я сама не знаю, что с таким делать. Прибить охота, конечно. Любить. Вот видите, любить. Да. Что делать с таким мужчиной? Пайрофант. Ну это ваша судьба. Вы знаете, вы сможете... Вот он вам идёт по дьяволу. Он вас желает, да? По дьяволу. По низким вот этим энергиям, да? Сути своей, мужской, да? Страсти, секса и огня. А вы будьте выше всего этого. Вы будьте при Рафанте, при духовности. При какой-то традиции. При честности. При богобоязненности. При том, что как бы существует традиция, существует правило, как надо, как не надо. Не просто так, как мужчина хочет, да? Здесь и сейчас. Сначала нужно выйти замуж, да? А потом уже как бы, как по правилу. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать? Я говорю это как-то сумбурно, утрированно. Но я хочу, чтобы вы суть поняли. Он по дьяволу, а вы по Иерафанту. Вы по духовному. Как по Божьим законам, понимаете? По Корану и по Библии. Будьте более мудрой, умной, грамотной. И не ведитесь на его вот эту вот низкую похоть. Понимаете? Похоть. Страсть. Вот это вот я тебе сейчас тут ох, и ты никуда не денешься. Надо сказать, да-да-да-да, я к тебе с Библии придумила. Готовься. Будем читать с тобой весь вечер Библию. А не кое-чем заниматься. Как-то так. Вот он хочет вас, а вы ему скажите только после свадьбы. Скажите, да. Ну, вот у нас, скажи, Вера такая. Мне только после свадьбы можно, милый. Так что не утруждайся. Еще. Что вам с ним делать дальше? Стоять на своем. Стоять на своем. Работайте, зарабатывайте. Будьте в стабильной материальной независимости. В его сторону. Делать специально ничего не надо. Просто стойте на своем. Вот у вас же есть свои какие-то мысли на этот счет, да? В отношениях мужчины и женщины. Вы же знаете, как правильно нужно. Там, если мужчина ушел из семьи, он должен сам вернуться. Причем вернуться там, как-то прощение просить, да, или как-то поговорить. И с родителями тоже сказать, что больше так делать не будет. Или еще как-то. Вы же знаете, как это правильно, да? Вот пусть так и будет. Если вы девушка молодая, незамужняя, вы тоже прекрасно знаете. Не важно, вы там мусульманка, не мусульманка, да, какой вы веры, не важно. У вас тоже есть человеческие правила, да, они тоже присущи вам, когда мужчина имеет право прикасаться к женщине, когда нет, когда это сделать правильно, когда. Да, но когда мужчина делает предложение руки и сердца, ведет женщину под венец, в ЗАГС, расписывается, а потом уже все остальное, потом уже семья, да, потом уже как-то потихонечку ты создаешь уже вот этот маленький мир из двух человек, из двух людей, двух человек, мужчины и женщины. Потом там уже ребеночек появляется, да, и потом уже больше, и семья. Это же все правильно, правильно? Вы же это знаете, я же это, я не Америку я открываю сейчас здесь. Вот вам на этом надо настаивать. Даже не настаивать, а стоять просто на этом и все. И как бы он там вам с панталыги вас там не сбивал чем-то, но сказать, милый, ты где этого набрался? Кошмар какой. Тебя где воспитывали? В джунглях, что ли? Где у тебя воспитание? Так некрасиво, так неподобающе. Будьте немножко такой, знаете, как леди, ведите себя как леди, чтобы он, если вам будет что-то такое предлагать, чтобы ему стыдно было за то, что он вам предлагает такое. Будьте леди. Никогда не забывайте, что вы женщина, вы императрица. Ой, как сложно в этой мире, да? Да. Потому что так, как женщина себя ведет, так не относится мужчина. Не забывайте это никогда. Если вы знаете себе цену, если вы знаете себе честь, а честь нужно беречь с молоду. Сейчас таких фраз уже никто не говорит, а в мое время часто говорили, что честь надо беречь с молоду. Пушкин, по-моему, сказал. Великий Пушкин. Поэтому, да, скажи, я такая. Вот у меня вот такие правила. Что обязательно только через свадьбу, когда родители дадут согласие, тогда и повенчаемся, милый. И будет тебе тогда все, и сексу будет тоже мерено-немерено. Еще что вам с ним делать? Давайте смотрим. Ну вот, и будет любовь-морковь. Вот то, что я сейчас сказала, если вот все так будете делать, и будет вам любовь-морковь. Конечно, неразбитое сердце, да? Только вот поэтому будьте аккуратнее, чтобы он вам больше сердца не разбивал. А для этого нужно быть подкованной. Надо быть умной и мудрой. И нужно быть готовой ко всему. Особенно с этим мужчиной, знаете, как на пороховой бочке. Не знаешь, где, когда взорвется. Поэтому будьте наготове. Имейте, да, сзади парашют. Если что, прыгайте. Приземлитесь плавно. Вот такой был расклад. Я не знаю, что сказать. Я не знаю. Говорить будете вы в своих комментариях сейчас. Пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Я правда не знаю. Я просто прочитала карты. Я не могу ничего сказать. Я тут вообще не психолог. Я просто чтец информации, да? Скарт и передающий все вам. Самое главное, я знаю точно. Вы достойная женщина. И вы достойны того, чтобы у вас в личной жизни все было хорошо. Потому что вы умница, красавица. Я вас тут очень хорошо почувствовала. Вы потрясающая. Так держать. Оставаться только такой. Не меняться. Никому в угоду. Никогда. Любите себя. Ну и тогда все вас будут тогда любить. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Я вам всем желаю счастья, удачи. Пусть у вас будет в жизни все хорошо. И до скорых встреч. Спасибо. Продолжение следует...